Издательство «Миф» представляет «Я занимаюсь партизанским маркетингом уже 16 лет. Обучаю и консультирую. Тысячи человек прошли через мои семинары. Моя книга о малобюджетном маркетинге выдержала уже 7 переизданий. Одним словом, удивить меня новыми приемами в сфере малобюджетного маркетинга очень трудно. Игорю это удалось. Пока я знакомился с книгой «Без бюджета», я выписывал идеи для себя и исписал полторы страницы конкретными приемами, которые можно внедрить уже завтра и которые принесут прибыль мне или моим клиентам. Полсотни идей, изложенных в книге, касаются разных сфер – маркетинга, рекламы, продаж, пиара, клиентской лояльности, организации работы в целом. Однако общий знаменатель у них один – это способы ощутимо поднять вашу прибыль, которые можно внедрить быстро, причем внедрить на малом бюджете или вовсе без бюджета. Как говорят французы, дьявол таится в деталях. Многие хорошие идеи не удается воплотить в жизнь из-за того, что не учтены какие-то важные мелочи. Поэтому особенно ценно то, что Игорь дает не только идею в общих чертах, но и те детали и подробности, от которых зачастую зависит, будет ли внедрение успешным или провальным. Порой меня спрашивают, во что маркетологу эффективнее всего вложить небольшие суммы – одну-две тысячи рублей, чтобы эффект был максимальным. Мой обычный ответ – в хорошие книги. Это окупается быстрее всего. Книга, с которой вы сейчас знакомитесь, отличный сборник простых рецептов, позволяющих поднять прибыль практически без затрат, быстро окупила бы свою стоимость даже тогда, когда она продавалась по девять тысяч девятьсот рублей. Теперь же она и вовсе обещает стать отличной инвестицией. «Если вы владелец малого бизнеса или директора по маркетингу в более крупной фирме, эта книга должна быть в вашей библиотеке». Точка. Александр Левитас. Международный бизнес-тренер и консультант. Эксперт по партизанскому малобюджетному маркетингу. Автор бестселлера «Больше денег от вашего бизнеса». Кризису 2008 года, который подарил мне время для написания этой книги. От автора. «У нас не было денег, поэтому нам приходилось думать». Эрнест Резерфорд. Идея написать книгу о маркетинге почти или совсем без денег появилась у меня давно, еще в 2003 году, когда я писал свою первую книгу «Маркетинг на сто процентов». Работа с маркетингом в условиях отсутствия бюджета – опыт весьма интересный и полезный. За свою карьеру мне пять раз приходилось заниматься маркетингом вовсе или почти без бюджета. Кризис отрасли, кризис ликвидности, кризис управления, кризис, кризис. Но не всегда причиной был кризис. Например, когда в 2005 году мы стартовали создательским проектом «Ман, Иванов и Фербер», наш маркетинговый бюджет на первый год составлял 400 долларов. И ничего, свои первые 100 миллионов рублей мы уже сделали. Интересный факт из теории маркетинга. Среди 5000 маркетинговых инструментов есть несколько десятков почти либо совсем бесплатных. Иными словами, вы ничего или практически ничего не платите, когда их используете. Но эффект получаете. О них, эффективных и малоизвестных, и пойдет речь в этой книге. Здесь я рассказываю, как взять и сделать, как это запустить, как это работает, как получить от таких инструментов быструю и максимальную отдачу. Причем работать они будут на вас и сейчас, и потом. Работая над этой книгой, я понял, в чем проблема многих деловых книг. Там бывает слишком много идей. Читателю непонятно, за что браться. Авторы обещают в своих книгах 200 идей, 1000 идей. За что хвататься? Я отобрал для вас несколько десятков проверенных на практике рецептов, которые точно вам помогут. Идей в книге, конечно, намного больше. Если вы и ваша команда будете работать всего два месяца по 24 рабочих дня, не знаю, как вы, а я по субботам обычно работаю, внедрив в вашей компании хотя бы 48 инструментов, вы точно улучшите ваш маркетинг и бизнес, увеличите продажи и узнаваемость вашей компании и ее решений, значительно улучшите отношения с вашими клиентами. Эта книга, в первую очередь, написана для владельца, акционера или топ-менеджера компании, малый и средний бизнес, которому интересно узнать, какие маркетинговые инструменты использовать, когда бюджета нет или практически нет, или просто не хочется тратиться на маркетинг. Я надеюсь, что, несмотря на свою занятость, вы найдете пару часов, чтобы просканировать книгу-курс и среди нескольких десятков инструментов найти те, что помогут вашему бизнесу. Затем, в большинстве случаев, вам необходимо дать четкое поручение вашим сотрудникам, помощнику, заместителям, маркетерам или коммерческому директору использовать, внедрить тот или иной инструмент. И наслаждайтесь результатами. Вот как выглядит структура каждой главы. Цель. Что вы можете получить, используя этот инструмент? Сложность реализации. Сложно. Средняя сложность. Просто. Стоимость. Недорого или бесплатно? Кому поручить? Сроки изготовления. За какой период времени можно заставить работать каждый инструмент на благо компании? По сути, не теоретическое описание инструмента. Как это работает на практике? Как я применял этот инструмент? Я старался в основном использовать свой опыт. Если у меня получилось, получится и у вас. Я же не Кока-Кола или Эппл. Важно. На что обратить внимание? Фишки. Интересные, полезные советы, улучшающие эффективность использования инструмента. Читать. Что читать по этой теме дополнительно? Эксперты. Кому обращаться за помощью со стороны? План внедрения. Как сделать первые шаги для внедрения рекомендуемого инструмента в практику компании? Знания из этой книги – это ваши конкурентные преимущества. Вы за них платите, и они ваши. Пользуйтесь ими. У других их нет. Было бы замечательно, если бы, используя инструменты топ-5 и 90 дней, знакомьтесь с ними в этой книге, вы могли начать двигаться вперед со скоростью одна идея в день. Выбирайте сначала то, что сможете сделать быстро, то, что вам кажется самым простым с точки зрения реализации. Если вам будет что-то непонятно, если вы хотите что-то добавить, поспорить, поблагодарить автора или поругать книгу, то вы можете отправить письмо с заголовком «Обратная связь без денег» по адресу mansobaka.mdefis.idfis.ru. Я обязательно быстро отвечу вам. И, конечно же, я и мои партнеры по компании «Маркетинг-машина» в вашем распоряжении. Пишите. Поможем. Маркетинг-ли-йорс. Игорь Ман. Постскриптум. В этой книге 50 глав. В первой версии, которая вышла под названием «Без бюджета» в феврале 2009 года и продавалась за 8800, партнером первого издания была компания МТТ, предлагающая услугу номер 8800, а затем и за 9900 рублей было описано 57 инструментов, а также были даны приложения, которых слушатели этой книги не получат. Я уверен, что читатели того издания не будут расстроены появлением легкой версии. И дело не в том, что здесь меньше инструментов. Важны фактор времени и стоимости. Они уже используют идеи книги. Я уверен в этом. Почему? Умный человек, заплативший в свое время за книгу почти 10 тысяч рублей, уже выжил из нее все до последней капли. Поэтому слушателям этой версии нужно будет догонять. Иногда время важнее, чем деньги. Краткий, совсем краткий словарь терминов профессионализмов. В этой книге почти не используются научные термины. Все малоизвестные слова объясняются сразу. Приведу возможные исключения. Драйвер. Сотрудник компании, который драйвит, ведет процесс или программу. Маркетинг. У этого термина тысячи определений. Сто самых интересных я собрал в книге «Маркетинг на 100%». Мое любимое «Маркетинг» — это приобретение и удержание клиентов. Согласно правилам русского языка, можно говорить как «маркетинг», так и «маркетинг». Я рекомендую произносить это слово с ударением на первом слоге. «Маркетинг». Почему? Ответ в книге «Маркетинг на 100%». Лид. Наводка на потенциального клиента. Маркетер. Маркетеры — это практики маркетинга. Менеджеры по маркетингу. Директора по маркетингу. Бренд-менеджеры. Руководители отделов маркетинга. Слово «маркетолог» я не люблю. Для меня маркетолог — это теоретик маркетинга. Фолло-ап. Работа, которая ведется после того, как что-то было придумано. Один из моих шефов любил говорить «Если делаешь фолло-ап, ты герой». Вступление. Как должен работать маркетинг? Ожидания топ-менеджеров, акционеров и владельцев компаний от маркетинга, от маркетеров, порой такие, что я просто диву даюсь. Придумать новый товар-бестселлер. Увеличить долю рынка вдвое. Открыть новые рынки. Теоретически, маркетинг может это сделать, но не один, а вместе с другими подразделениями и с вашей помощью. Практически, вам лучше потребовать от маркетеров следующего. Привлекать новых клиентов. Помогать продавать клиентам. Больше за раз и по номенклатуре, и по ассортименту. Чаще, дороже. 24 часа в сутки круглый год. Вооружить и подготовить к продаже каждого сотрудника. Помогать удерживать существующих клиентов. Давайте разберемся с каждым пунктом. Привлекать новых клиентов. Задача понятная. Каждый, кто не работает с нами, тот наша цель. Интересная, как охота и рыбалка. И затратная. Реклама стоит дорого. В погоне за новыми клиентами, как правило, забываются другие задачи. Еще недавно вопрос, сколько процентов от вашего маркетингового бюджета вы закладываете на удержание клиентов, заставлял почти каждого маркетера потупить взор. Удерживать клиентов сейчас стараются с помощью программ замыкания и лояльности, ко-маркетинговых программ, специальных ценовых предложений. Последнее, очевидно, тупиковое направление. Вы снизили цену на 5%, ваш конкурент на 10%. И все, пошли в штопор. А первое и второе, лучше начать заменять клиентоориентированностью. Мы рассмотрим самые важные аспекты клиентоориентированности в этой книге. На острие атаки, простите меня за такой стиль, больше не повторится, в настоящее время должна быть помощь маркетинга в увеличении продаж. Как это можно осуществить? Вы можете сделать так, чтобы у клиента всегда была возможность купить или сделать заказ. 24 часа. Вы можете сделать так, чтобы, работая с вами, клиент выбирал по максимуму вашу номенклатуру и ассортимент. Клиент купил фотоаппарат. Продайте еще чехол, запасную батарейку, треногу, объективы, ассортимент. Продайте ему, постарайтесь, и видеокамеру. Как же без нее? И компьютер заодно, чтобы покупатель мог смотреть фотографии, делать фильмы, показывать их друзьям. Номенклатура. Все это необходимо продать по наиболее высокой цене, дороже, без скидок. Зафиксировав данные клиента в своей базе данных, вы должны через год написать ему, что появилась фотокамера простая, как у него, но на 20 мегапикселей. Видеокамера пишет фильмы, как профессиональная. А какие у вас сейчас компьютеры? Кстати, можно написать об этом и через полгода, а можно и быстрее. Чаще. И еще замечательно, когда каждый сотрудник компании, от генерального директора и всех его заместителей, до курьеров или водителей, продвигает или продает компанию и ее решения. Продавец каждый. Красиво я расписал. Но это в теории. А на практике все по-другому. Давайте узнаем из этой книги, что и как требуется сделать, чтобы выполнить эти задачи. Слушайте, выбирайте, действуйте.